Йоу, самые внимательные уже знают, какая тема ролика у нас сегодня будет, поэтому чего тянуть? Погнали! И тут ты такой, воу, 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 Флорид, погоди, а куда делась твоя говеная картинка из первого видео? А я тебе отвечу в следующем ролике. А сейчас не будем отвлекаться. Я подготовил пару фотографий, которые я хотел бы вам показать, как я обрабатываю. Значит, есть у нас вот такой вот отличный ЭОС с мордой от Сирока. Как мы видим, я снял два кадра. На первом кадре у нас лобаш и капот наиболее проглядываются из-под всех отражений. И, соответственно, на втором бочина. Итак, давайте загрузим эти изображения в Photoshop. Photoshop подгрузил камеру RAW. Значит, первым делом здесь необходимо убрать хроматические операции и провести коррекцию профиля объектива. После этого я ничего, собственно, не делаю. Нажимаю «Открыть изображение». Преобразовываем цвета в рабочее пространство, чтобы работать с ними. И загружаем второе изображение. Со вторым изображением проделаем те же самые действия. Точно так же открываем. Преобразовываем цвета. Окей. Как мы видим, они открылись у нас в разных проектиках. Давайте тогда перенесем с зажатой клавишей «Контрол» второе изображение на проект с первым. И что же у нас получается? Картинка съехала. Но это не страшно, потому что мы можем сделать что? Подогнать автоматически. Хоп. И готово. Но в таком случае у нас будет небольшой кроп каждого из изображений. Поэтому мы отключаем верхний слой. И кропаем наше изображение по границам нижнего слоя. Нажимаем Enter. Все. Готово. Но как мы видим, у нас немного не совпадают эти картинки. Как бы хорошо не работала автоподгонка, все равно необходимо немножко доделывать эту работу. Для этого мы снижаем непрозрачность верхнего слоя примерно на 20-25%. Зумимся сюда на контуры и подгоняем наше верхнее изображение по контурам к нижнему. Отлично. Значит, что мы будем делать дальше? К верхнему слою мы применим масочку. Эту масочку мы сразу инвертируем в черный цвет. Значит, за что отвечают маски? Маски отвечают за области изображений, которые накладываются на нижние слои. Значит, что мы можем сделать? На этой черной маске, если мы будем рисовать белой кистью, то в тех областях, которые мы зарисовали белой кистью, будет выглядывать наш верхний слой. Соответственно, что мы здесь будем делать? Мы будем убирать отражение с бочины. Вот таким вот нехитрым образом проходим кисточкой. Итак, необходимо убрать вот эти все выявившиеся у нас отражения. Нет, так будет слишком неестественно. Давай чуть-чуть призумимся и сделаем небольшой переходик, градиент, что ли. Итак, что мы имеем? Уже гораздо глубже и больше автомобиля в кадре. Было, стало. Было, стало. Окей. А, нет, давайте-ка уберем еще вот здесь вот на нашем зеркале. Было, стало. Было, стало. Окей. Значит, что мы будем делать дальше? Дальше мы скопируем этот слой, чтобы потом можно было видеть результат своей работы. И будем удалять мелкий мусор из кадра. В частности, вот эту недокуренную сишку. В принципе, этот кадр достаточно чистый. Единственное, я бы замазал еще вот эту вот вещь. Но это уже для более кропотливой работы. Также с помощью лечащей кисти мы можем убрать дополнительные вот эти вот отражения на самом автомобиле, которые у нас не убрались в предыдущем шаге. Значит, мы берем вот так вот и замазываем. Но сразу должен предупредить, лечащая кисть может родить всякие артефакты ненужные. Поэтому будьте предельно осторожны с этим инструментом, когда работаете на объекте съемки. Окей. В данном случае все получилось нормально. Здорово. Отлично. Теперь посмотрим на наш результат. Было, стало. Было, стало. Ну, не так уж и много изменений. Но, тем не менее, кадр выглядит чище. Значит, делаем копию этого слоя. Теперь мы можем немножко поиграть с цветами данного изображения. Я обычно это делаю в Camera Raw. С контрастом. Ты, конечно, можешь взять и выкрутить этот ползунок вправо и радоваться собой, что у тебя офигенная контрастная картинка. Но тогда все твои детали, они еще дальше уйдут в тени. Точнее, все твои тени уйдут дальше в тени и станут еще темнее, и вообще ничего не будет видно. Поэтому контраст мы, пожалуй, убавим. Но, чтобы его вернуть, мы задехейзим наше изображение. И вуаля. Видишь, шины у нас не пропали. Но при этом вернулось немножко контраста. Можно еще накинуть его. Докинуть четкости. Но не так много. Самую малость, самую малость. Потому что потом мы с резкостью еще будем работать. И чтобы у нас не получился бешеный перешарп, четкости мы будем докидывать даже еще меньше. Окей. Значит. Было, стало. Уже как-то поинтереснее выглядит. Согласись. Так. Значит. С цветами. Обычно красочность здесь я немножко увожу вниз. Дабы у нас не было никаких болезненных оттенков в кадре. Можем перейти в кривые. Здесь я люблю делать, так скажем, немножко выцвечуя пленку с небольшим контрастиком. То есть для этого мы делаем вот такую S-образную кривую. И задираем черный вверх. Но так как здесь у нас сам автомобиль черный, у нас изображение при этом становится совсем непригодным. Поэтому здесь мы этого делать не будем. Можно даже чуть-чуть тени приподнять. И света чуть-чуть выставить. Да. Вот так вот у нас будет гораздо интереснее. Значит. Резкость. Сильно много резкости мы, как я уже говорил, добавлять не будем. Ну вот, порядка 60-70 нам вполне хватит. Можно применить маску, чтобы резким становилось не все изображение, а конкретно необходимые нам контуры. Я уже говорил тебе, что такое маски, да? Соответственно, мы зажимаем клавишу Alt и двигаем вот этот ползунок. И он выделяет белым те области, в которых увеличение резкости будет применено. Но, в принципе, я думаю, где-то вот так вот нам этого будет достаточно, чтобы все капельки было видно и все детали тоже становились... Все контуры деталей становились более резкими. Отпускаем клавишу. Отлично. Здорово. Светимость, в принципе, по вкусу можно слегка докинуть, но не переусердствуйте. Иначе вся ваша резкость превратится в мыло. Вот такое. Оно вам надо? Не думаю. Итак, значит, по цветам. В принципе, меня здесь устраивают вот эти оранжевые, только они чуть-чуть зеленоватые какие-то, как мне кажется, блеклые. Давайте вообще, вот у нас на окнах зеленые отражения деревьев, давайте переведем их в желтые, чтобы они не контрастировали так с красным и с оранжевым. Значит, здесь мы можем сделать самую легонечку тилы норанжа. Тилы норанж – это самая наиболее часто принимаемая цветовая схема. Про нее я вам подробно рассказывать не буду. Загуглите, если кому интересно. Итак, финальные штрихи. Значит, здесь очень можно эффективно поработать с цветами, но я этого делать не буду, лишь только посмотрим, что у нас может из этого получиться. в принципе, если двигать не так сильно, а как-нибудь вот в пределах минус 10, этого может нам быть достаточно. Итак, было, стало, было, стало. Давайте для наглядности весь масштаб покажу. Вот, цвета стали более интересными. Нажмем ОК. Вот так этот фильтр у нас применился. Было, стало, было, стало. Но мне не нравится, как здесь отработаны вот эти вот отражения на фаре. Видите, слишком уж явный вот этот вот синий, поэтому мы здесь тоже можем применить масочку, но уже белую, потому как мы будем вычленять из этой маски совсем небольшой элементик. Поэтому мы здесь переходим в кисточку, меняем ее на черный, чтобы более... такие легкие изменения внести, мы непрозрачность уменьшим. Итак, что у нас получилось? Ну, уже как-то поинтересней. Точнее... Оп. Совсем все резко. Более-менее смазано. Окей, хорошо. Значит, эту масочку мы применяем. Значит, что мы можем сделать далее? Вот здесь мы будем работать уже с резкостью. Давайте-ка делаем аж целых две копии нашего последнего слоя и самый верхний переведем в смарт-объект, чтобы фильтры, которые мы будем накладывать на него, можно было регулировать впоследствии. Значит, переходим во вкладку фильтры, другое, цветовой контраст. Здесь мы можем отрегулировать, насколько у нас будет контраст по цветам. Давайте, в принципе, посмотрим, сколько будет 1,4. Но изображение у нас становится серым. Для того, чтобы вернуть наши цвета, мы ставим здесь в параметрах наложения жесткий свет. Окей. Слушайте, по-моему, немножко перешарп даже получился. Давайте-ка посмотрим, было, стало, было, стало. Хотя нет. Давайте на всякий случай еще чуть-чуть убавим. На 0,7, например. Не 0,6. Вот 0,6 достаточно. Было, стало, было, стало. Совсем чуточку-чуточку контраста придаем. И мне не хочется, чтобы у нас резким становился фон вместе с самим автомобилем, потому как так мы можем выделить объект съемки еще больше. Поэтому здесь мы можем точно так же применить масочку. заходим в черную кисть, берем, увеличиваем размер, непрозрачность можно поставить аж на все 100%. И мажем вот так вот по фону. Итак, один из последних шагов, которые я делаю, это такой прием на английском ютубе, на англоязычном ютубе, он называется Dodgen Burn. Значит, что мы можем для этого сделать? Прием заключается в том, чтобы дать больше контраста определенным деталям автомобиля, чтобы они захватывали на себя больше внимания. Каким образом это можно сделать? Докинуть контраста, то есть вручную, без определенных крутилок и прочего. То есть здесь мы работаем с конкретными деталями. Для этого мы берем инструмент-осветлитель, зумимся в те детали, которые мы хотим выделить. В частности, я хочу выделить решетку радиатора. Смотрим, какой у нас здесь стоит диапазон, средние тона. Я думаю, в принципе, в средних у нас он и лежит. Наш радиатор, точнее решетка. И вот таким вот нехитрым образом мы высветляем эту решеточку. Вот, я даже немножко переборщил, как мне кажется, здесь. Но это не страшно, потому что мы можем сделать непрозрачность этого слоя поменьше. И тогда у нас более мягко будет накладываться этот фильтр, точнее прием. Вот, то есть видите, да, то, что вот эти вот детали, они стали более выделяющимися, что ли, на фоне всего остального. Вот, таким образом мы можем пройтись по всему автомобилю. Я обычно это делаю на решетках радиатора, на вот таких вот диффузорах, так скажем. Нет, это не диффузор. Короче, на всеобразных решетках. На капоте иногда делаю вот такие вот рельефные вещи. Я их выделяю на дисках обязательно. Диски, потому что очень много отражений интересных дают. Вот. То есть таким образом можно пройтись еще по капоту. Давайте по... По зеркалу заднего вида пройдемся. А для создания контрастности мы можем взять кисточку черную. Уменьшить непрозрачность ее. И, возможно, нажим еще даже слегка. Естественно, подогнав размер. И подкрасить черным. И вот таким образом можно рисовать определенный рельеф на автомобиле. И финальная цветокоррекция, которую я обычно делаю. Это применение фильтра поиск цвета. Он применяет здесь прикольные луты всякие разные. Но с ними не стоит перебарщивать на самом деле. То есть нажимаем вот лут. О, боже мой. У нас изображение похерилось. Двигаем в параметры наложения. Выбираем цветность. Отлично. Все вернулось обратно. Значит, отключаем. Не так уж он мне этот лут и нравится. Поэтому давайте-ка убавим его непрозрачность. Может быть и вовсе его отключим. Потому что толку от него ноль. Мне и так нравятся цвета. Ну вот, собственно, и все. Больше с изображением я ничего не делаю. Сейчас мы его экспортируем. Куда-нибудь загрузим. Возможно, в Instagram. Убираем JPEG. Я здесь ничего не меняю. Потому как мне нужно максимальное качество экспортировать. И экспортируем сюда в папку с Loft-пикника. Окей. Значит, этот проектик я тоже сохраню. И он будет приложен в ссылке в описании к этому видео. Чтобы, если кому интересно, можно было просто взять и побаловаться с изображением. Вообще, все необходимые материалы к этому видео будут вложены в описании. Ну вот и все. Собственно, с обработкой покончено. Теперь давайте-ка поговорим о следующем видео. Значит, я пообещал вам то, что расскажу, как избавиться от той картинки, которая у меня была до этого. И улучшить вообще картинку в принципе. Если на этом видео наберется хотя бы 10 лайков на YouTube, я обязательно вам про это расскажу. Таким образом, мне будет понятно, что вам эта тема интересна. Вот. Так что давай, если тебе интересно, ставь лайк. Если тебе не интересно, ставь дизлайк. Вот. И пиши в комментах, как вообще, изменился ли звук, насколько тебе изменение картинки. И вообще, твои впечатления об этом видео. Может быть, у тебя какие-то пожелания есть или замечания. Да, должен сказать, я не профессионал, я не зарабатываю этим деньги. Я просто рассказываю, какими способами я обычно пользуюсь для обработки изображений, которые, ну, иногда набирают нормально лайков в Инстаграме. Вот. Так что все. Давай, жду тебя на канале. Подписывайся, если ты еще не подписался. Жми на колокол. В общем, вся эта блогерская шелуха. Давай. Будем на связи. Субтитры сделал DimaTorzok